В июле в Тюмени стартует мотопробег «Тюмень героическая». Свыше 40 тысяч километров проедут тюменские байкеры в честь юбилея Великой Победы, которую страна отметит в 2015 году. О сути новой патриотической акции расскажут авторы идеи, член байк-клуба «Сибирские ястребы» и директор Дома культуры «Современник» Вячеслав Титов. Слава, доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что это не первая акция вашего байк-клуба. В прошлом году вы работали в военной почте, такой своеобразной. Что было в посылках? Что вы развозили ветеранам? В прошлом году и позапрошлом году, посвященном 70-летию Курской дуге, Сталинградской битве, о посылках были телевизоры, кухонные комбайны и так далее. Все, что нужно, необходимо в быту для ветеранов. Ну вот у нас есть фотографии с ваших акций, с ваших встреч. Мы сейчас их покажем. Вообще ветераны знали, они вас ждали? Вы знаете, в последний момент, наверное, их все-таки предупредили. Мы же на площади встречались, это был город Елутеровский, Шим, Тобольск, Злуховск. Да, мы видим и Шим сейчас на экране. Да, 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 да. Все, и как бы ситуация была очень интересная. Они рады были пообщаться с нами. Мы очень рады общаться с ними. Это два как бы разных поколения, поколения, два разных мира, совершенно верно. И мы узнаем от них очень много интересного, от их жизни. Они узнавали о нас, почему мы этим занимаемся. Вопросы были, а для чего вы приехали? Приехали, потому что это душе, это вот общение, оно, возможно, мы когда-то будем рассказывать, что мы общались с ветеранами, и это будет продолжение истории. История России, истории Великой Отечественной войны, которую сейчас переписывают и забывают. Этим летом вы решили выехать на новую акцию, это тем не героическая, да, как сказала Ольга. Откуда родилась идея, откуда она появилась? Вы знаете, идея родилась как бы не сегодня, не вчера, она давно, она сформировалась, только, может быть, после крымских событий вот в Украине, когда так нагло, бесцеремонно переписали всю историю, и при этом при всем поставили, что Россия не выиграла войну, не участвовала в этой войне. То есть это было... А в чем суть акции? Акция, суть акции, ну, если вы понимаете, Тюмень Геройческая, проехать по всем городам героям, по всем фронтам, где были бои, где присутствовал вообще русский солдат, где присутствовал воин Тюмени, скажем так, привезти землю, и в итоге родиться памятник, который на какой-то Тюменской земле, там, не знаю, площади, парке, его поставят, это Тюмень Геройческая, если вы, вот, есть там, ребенок нарисовал приблизительно, вот мы приблизительно... То есть идея родилась вот с детского рисунка, мы сейчас на камеру покажем. Совершенно верно, да, с памятником, с детского рисунка. Да, то есть это детский рисунок, и у нас еще, еще у нас есть, это уже более подробный проект, такой подрисованный профессионалами, и это вид сверху. То есть он будет круглый, и штыки, вот эти крестики. Так, а где вы планируете его поставить? Есть уже какие-то мысли? Ну, одна мысль была, это между технопарком и бракосочетанием вдоль стены там памятник сделать. На стеле. Да, на стеле. Вторая мысль, это Гилевская роща, которая, в принципе, туда памятник просится просто. Вы знаете, это очень большая парковая зона, и там, в принципе, никакого такого, ни памятника, ничего нет. То есть вот, ну, в принципе, если жители города Тюмени, области, посоветуют, где можно поставить, и где этот памятник хорошо будет гармонировать со всем остальным. А вы прислушаетесь? Мы, конечно, прислушаем. Даже не мы прислушаемся, администрация прислушается, потому что нас поддерживает и администрация области, и администрация города, и Якушев, и Мор, то есть они все поддерживают это такое стремление. А ты сказал, что пройдете по городам-героям. Как будет выглядеть маршрут? Ну, маршрута будет три. Маршрут по южным городам, он, скорее всего, будет там Чкеш, Новороссийск, вот туда заходить. Вот. Это будут самые длинные маршруты. И самый такой, я хотел бы сказать, что он, наверное, самый тяжелый. Тяжелый. Там дорожного покрытия местами отсутствует совсем. Потом есть самый некомфортный маршрут. Это северный маршрут. Самый холодный. Самый холодный маршрут, да. Это Петербург, Мурманск туда. То есть Карелия, представляете, Карелия. Это финский фронт. Это наша 368-я краснознаменная печенская дивизия. Город Оштад. То есть это Кижи, Кивач. То есть это вообще Тюмень просто там освобождало это все. Вот. И самый длинный маршрут, наверное, это центральный маршрут. Тула, Москва, Брест. Вот это вот самый длинный маршрут. Вот. И, к сожалению, наверное, есть город Киев. Вот. По нему еще вопросы. По нему не вопрос. Мы в любом случае туда поедем, в любом случае будем решать. Вот это вот самый длинный маршрут, самый такой напряженный, скорее всего, будет маршрут. И мы все равно выполним. Потому что, я так понимаю, ветеранам все равно было тяжелее. и они все-таки все это сделали. А у нас так, просто прокатимся, как бы, соберем, да, сделаем, отдадим дать должного, как бы, и посетим все же Киев, мы будем там. А почему решили вот так разделиться на три группы? Ну, нереально проехать за такой короткий промежуток лета, который у нас в Сибири, такое количество городов, в принципе, нереально. Это нужно как бы месяца два прокатиться, это бросить работу, бросить и уехать просто. Ну, такой возможности нет. Такой возможности, к сожалению, нет. У других байкеров будет возможность из других городов, из нашего города, присоединиться к мотопробегу? К Тюменскому будет, любые могут присоединяться, любые могут с нами ехать. Я скажу даже больше, скорее всего, рассматривается такое предложение, что это движение будет у каждого города свое. Например, поедет Омск, тоже собирать землю, потому что, насколько патриотическое движение будет развиваться, мы же вышли с предложением, чтобы это было от государства, от России. То есть в такой федеральном мотопробегу. В федеральном, да. Мы вот сейчас министру культуры написали, и президенту написали такие письма, и это уже поддержано, ну, скажем так, между нами, как бы, между нами, в прямом эфире, в прямом эфире, в Тюменской области. Что министр культуры как бы поддержал, сказал, что да-да, это патриотическое, и если вся Россия сколыхнется, это будет еще один шаг к возрождению вот этого патриотического нашего настроения, нации настроения. – Монумент славы. Есть еще какая-то идея, суть в этом? Расскажите. – Вы знаете, идея сама по себе – это было поднять национального величия, что ли, нации. Великая Отечественная война – это не веха, а просто такая веха истории. Это веха, это целая жизнь. Это поколение, оно не только выиграло войну, оно построило послевоенный мир, в котором мы сейчас и живем. Оно нашло нефть, оно там сельское хозяйство возродило и так далее, и так далее. И при этом, при всем мы об этом забываем. Вот хотелось бы, чтобы поколение, которое следует за нами, мы-то еще как-то помним. Поколение за нами… – Они этого уже ничего не знают. – Они даже не знают этого, да. Мы хотим, чтобы это осталось в них, в сердцах, в душе, и чтобы поколение дальше продолжало жить с тем же, как бы, негрузом, с той же радостью, с тем же величием, как и мы в свое время ходили на эти уроки, как мы к ветеранам рвали, чтобы пообщаться, как мы в музей ходили. Вот тоже самое было. Наверное, на боя глобальной я, наверное, не смогу сказать в двух словах в прямом эфире, к чему мы стремимся. А ведь каждый байкер, как бы, вот, участвует в этой поездке тюмен-герорическом, он страдает, не только время теряет, он вкладывает туда и душу, и оставляет немножко себя там. – Ну что ж, спасибо большое. – А я хочу сказать большое спасибо господину Самкаеву, директору АИЖК по Тюменской области. Это он нас поддержал, и без него в этот проект бы не состоялся. – Ну что ж, я думаю, от нас мы единственное, что можем пожелать – удачи, чистого неба и ровных дорог, чтобы у вас все прошло хорошо, вы вернулись целыми и с тем грузом, за которым ездите. – Спасибо большое. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!